МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Область события Факты в эфире, как всегда, подводим итоги уходящей недели. В студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Разбитые машины и электрический фейерверк. По Благовещенску промчался ураганный ветер. Возможности для роста. Василий Орлов подвел итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. Увидят все желающие. В этом году юбилейные торжества в честь 45-летия БАМа пройдут на новом месте. Область живет. В Амурской области стартовал новый социально значимый проект. Разбитые автомобили, упавшие деревья и окна. 10 июня в седьмом часу вечера в областной столице произошло резкое усиление ветра. Синоптики пояснили, в понедельник над городом навис грозовой очаг. Фотографии и видео происшествий благовещенцы выкладывали в социальных сетях и мессенджерах. Так, жители одной из благовещенских многоэтажек запечатлели настоящий электрический фейерверк. В ролике видно, как в одном из дворов искрят провода линии электропередачи. В микрорайоне областного центра в доме по улице Василенко ветер сорвал и уронил на припаркованный у дома автомобиль целое окно. Местные жители же отметили, такое уже случалось и ранее. А вот владельцу стоящего на улице Зейской кроссовера повезло еще меньше. На его автомобиль упал тополь. От удара крыша прогнулась под весом дерева, но авто выбило боковые и лобовое стекло. Известно о людях в результате происшествий не пострадали. На месте работали пожарные спасатели пожарной части Благовещенска, 4 специалиста и 1 единица техники. К слову, еще одно дерево упало на улице Горького в районе городского роддома. В Амурском МЧС сообщили, последствия ликвидировали 8 человек с привлечением двух единиц техники. Амурские общественники сформировали новый рейтинг дорог, требующих первоочередного ремонта. Перечень наиболее проблемных участков транспортных артерий при Амуре был составлен с учетом мнения жителей региона. Голосование проходило на интернет-портале дорогеонф.ру. Список перенаправили губернатору области Василию Орлову с просьбой учесть его при составлении планов ремонта на 2019-2020 годы. На сайте карта убитых дорог жителями региона уже отмечено 137 объектов общей протяженностью 159 километров. За них отдали более 7 тысяч голосов. По 96 участкам амурскими властями принято решение о восстановлении. Большая часть из них уже отреставрирована. В областной столице лидирующую позицию заняла улица Шамановского между улицами Красноармейской и Октябрьской. Местные жители рассказали общественникам, что после дождя эта грунтовая дорога в центре города представляет собой череду непроходимых луж, а в сухое время, похоже на стиральную доску. Много претензий амурчане высказывают и по поводу качества дорог в Селимджинском, Бурейском, Завитинском районах, в городах Свободный и Райчихинск, а также поселки Серышева. Между тем, по инициативе областного Минтранса впервые будет создан общественный контроль за дорожными работами. Такое решение было озвучено на заседании общественного совета при региональном дорожном ведомстве. Сейчас формируется список всех желающих, кто на безвозмездной основе готов принять участие в этой работе. И со следующей недели мы проведем семинар для данных участников, на котором ознакомим технологии ремонта, взаимодействие с проектным офисом. Познакомим с объектами контроля, их у нас 25. И приступим к работе, ставим график выполнения объездов. В Приамурье готовится отметить 45-летие начала строительства Байкала Амурской магистрали. Торжества пройдут по всей ветке БАМа. Но традиционно центром их проведения станет северная столица Приамурья – Тында. Впервые увидеть большой концерт смогут все желающие. В этом году мероприятие организуют не на стадионе, а на площади 25-летия БАМа, который уже начали ремонтировать. Подробности в нашем следующем материале. Последний раз спецтехника сюда заходила ровно 20 лет назад. С этого времени площадь 25-летия БАМа ни разу капитально не ремонтировали. К новой юбилейной дате ее решили привести в порядок. Здесь не только заменят асфальт, но и создадут несколько пешеходных зон. Их выложат брусчаткой, а также проложат новую систему водоотведения. На сегодня площадь расширена. Будет визуально это заметно. Водоотводы мы будем предусматривать, чтобы они уходили, не задерживались на площади. И также будем предусматривать, чтобы эта вода не попадала во дворы. У площади 25-летия БАМа уникальная планировка. Она как будто спускается вниз от красной пресни главного проспекта Тынды. Помимо инженерной части здесь укрепят откосы, обустроят пандусы для колясочников и мамочек с колясками. Уже к 20-м числам июня тут появятся лавочки, высадят зелень. Средства на столь масштабные работы 19 миллионов рублей выделили железнодорожники. Чтобы принять эти деньги пришлось вносить изменения в городской бюджет. В Тындынской городской думе был принят ряд нормативно-правовых актов. Один из них регулирует принятие денежных средств в бюджет пожертвования, их перераспределение и регулировал отчет за потраченные денежные средства. Также, помимо этого, после получения денежных средств от компаний РЖД депутатами были внесены изменения в бюджет 2019 и плановый период 2020-2021 года. До этого ремонта все большие юбилейные праздники в Тынде проходили на стадионе БАМ, вместимость которого около 2000 человек. В этом году праздничные мероприятия, посвященные 45-летию начала строительства, увидят все желающие. В этот раз нам удалось железную дорогу уговорить все-таки на то, чтобы проводить праздничные мероприятия, посвященные юбилею БАМа, именно на площади, потому что так сможет посмотреть максимальное число жителей Тынды. К сожалению, прошлые юбилеи у нас было достаточно много обиженных, потому что приезжают ВИПы и, собственно, на рядовых строителей БАМа, которые остались здесь, никуда не уехали, на них места обычно не хватало. Поэтому в этот раз я надеюсь, что недовольных не будет, надеюсь, что будут довольны все. Среди тех, кто обязательно будет смотреть большой праздничный концерт – Галина Мингалиева. В Тынде она живет практически с самого ее образования, уже 43 года. Затем, как ремонтирует одну из главных площадей северной столицы Преамурия, Галина Шагелиевна следит постоянно. Гуляет в этом районе с внучкой. Женщина говорит, уже хочется поскорее увидеть результат. Хорошо, хорошо. Все придут, да. Мы довольны. Благоустраивается Тында. А зимой как бы у нас было красиво здесь, бы вы видели. Ледниковые все фигуры, все. Обновленная площадь 25-летия БАМа станет площадкой, где будут принимать заслуженные поздравления строители магистрали. Здесь же пройдет и большой концерт с участием столичных артистов. Кто из популярных российских звезд приедет в этот раз, пока держат в секрете. Елена Шиломенцева, Юрий Камышный, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. Межрегиональное сотрудничество и иностранные инвестиции в северной столице России завершила работу самая крупная мировая инвестплощадка – Петербургский международный экономический форум. В нем приняла участие делегация Амурской области во главе с губернатором Василием Орловым. О значимом мероприятии глава региона рассказал в своем официальном профиле Инстаграм. Ярким событием он назвал подписание сразу двух соглашений. Первое было заключено с Российским фондом прямых инвестиций. Оно позволит Амурской области более полный раскрыть инвестпотенциал, предложить иностранным партнерам новые проекты в ключевых отраслях экономики. Такой опыт, подчеркнул Василий Орлов, у Преамурья уже имеется, а именно мост через Амур. А в конце 2019 года планируется строительство канатной дороги Благовещенск-Хээхэ. Второе соглашение было заключено с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Оно касалось торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества. Стороны планируют обмениваться информацией об имеющихся инвестпроектах и программах, направленных на развитие экономики. Важным моментом станет обмен опытом между регионами в законотворческой работе. Ранее Преамурья уже имела опыт сотрудничества с Москвой. Тогда соглашение работало до 2007 года. Благоустройство города, строительство дорог, школ, туризм и бюджет. Мэр Благовещенска отчиталась о проделанной работе за 2018 год. Доклад городоначальника заслушали в рамках очередного заседания Благовещенской городской думы. Отчет о результатах работы и перспективах развития областной столицы прослушал и наш корреспондент. Свой доклад мэр Благовещенска начала с главных цифр города. Уровня безработицы, среднемесячной зарплаты, демографической ситуации и доходов бюджета областного центра. На сегодня чиновники отмечают рост казны. Так, в прошлом году доходы городского бюджета составили более 6 миллиардов рублей. Как отметила Валентина Калета, план по денежным поступлениям перевыполнили на миллиард рублей. В том числе за счет поступлений из области и федерации. В 2018 году произошел рост поступлений по основным видам налогов. Основной прирост обеспечен налогами на доходы физических лиц. Это, конечно, вследствие того, что повысилась заработная плата. Он поступил в объеме 1 миллиард 200 миллионов рублей. С ростом 156,5 миллионов рублей в руме 2017 года. В этом году доходную часть также планируют увеличить. Благодаря привлечению федеральных и областных денег на мероприятия, включенные в план социального развития Центра экономического роста при Амуре. Согласно плану, Благовещенску уже предусмотрен миллиард рублей. Из них более 350 миллионов направят на переселение амурчан из аварийного жилья. На сегодня уже проведено 11 аукционов на 194 квартиры. Однако большая часть суммы, более 650 миллионов рублей, пойдет на завершение строительства двух участков набережной Амура. Еще три участка находятся в проекте. Развитие Благовещенска сегодня задача федерального масштаба. С 2019 года в городе реализуется сразу несколько национальных проектов. Демография, образование, жилье и городская среда. Согласно последнему, более 100 миллионов рублей направят на благоустройство сквера по зеленой 50-летия октября. Также на эти средства благоустроят более 20 дворов многоэтажек. Национальный проект «Безопасная и качественная дорога». Федеральный проект «Безопасная сеть». 467 миллионов рублей. Мы впервые в этом году вошли в этот проект. Получили под него 467 миллионов рублей. А всего на развитие уличной амурчанской сети в 2019 году будет запланировано 646 миллионов 500 тысяч рублей, что позволит отремонтировать более 41 километра дорог и тротуара. В своем докладе Валентина Калита также отметила проект газификации областного центра строительства нового моста через Зею и канатной дороги через Амур, которая, к слову, сегодня в числе приоритетных инвестиционных проектов города. В завершении выступления благовещенский градоначальник держал ответ уже перед депутатами городской думы. Народных избранников интересовало все то же строительство дорог, присвоение областному центру статуса «Свободный порт» и строительство образовательных учреждений в городе. На полторы тысячи мест, когда мы конкретно получим школу. Место определено, пакет документов готов, и теперь наша задача отстоять наши интересы вместе с Министерством образования Амурской области на уровне Российской Федерации. Если в этом году мы заходим, то тогда мы в этом году уже можем говорить о работах, которые могут быть начаты. О проделанной работе Валентина Калита отчитывалась в течение часа. В целом, отчет главы города народные избранники большинством голосов оценили положительно. Все-таки данная работа была проведена положительно, и отчет можно его принимать. Отчет не просто удовлетворить, а на хорошую. Спасибо. В повестке очередного заседания шесть вопросов. Кроме бюджета и отчета мэра, депутаты назначили дату очередных выборов в городскую думу. В сентябре истекают полномочия депутатов шестого созыва. Выборы решено назначить в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Денис Ферденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Кворум через суд. В Циолковском провести заседание городской думы удалось лишь после вмешательства суда. Около полутора месяцев местные депутаты не могли рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет. Начиная с конца апреля они предприняли три попытки, но каждый раз количество депутатов не хватало для кворума. Напомню, руководство Космического города внесло предложение о распределении более 100 миллионов рублей на социальное развитие Циолковского еще в апреле. Эти деньги планировали направить на финансирование строительства спортивного комплекса, культурно-досугового центра, ремонт квартир вдов фронтовиков, тружеников тыла и малообеспеченных семей и другое. Но депутаты не являлись на заседание. 3 июня состоялся суд, который признал действия депутатов незаконными. И обязал провести заседание незамедлительно. По словам главы Циолковского, собрание Гордумы состоялось без инцидентов. Однако он всерьез опасается, что эта ситуация повторится вновь. Я думаю, что ситуация повторится однозначно. Почему? Потому что 4 депутата из 9 это жители города Благовещенска. И они не проявляют никакой инициативы по поводу работы здесь на территории. То есть они не работают с избирателями. Они там обещали кучу всего на выборах. И в принципе не показываются здесь в городе по 2-3, а то и 4 месяца. Поэтому я думаю, что ситуация, скорее всего, конечно же, может повториться. Область живет. Такое название получило новый для региона проект, который стартовал 10 июня. Его главная цель – повысить уровень социального оптимизма амурчан, а также привлечь их внимание к значимым для Преамурья инновационным идеям, проектам, инициативам и людям, которые улучшают качество жизни в области. На презентации побывала Екатерина Рожкова. Издание большого проекта, который бы объединял много инициатив по транслированию позитивных примеров, позитивных поступков. «Приамурья живет, Преамурья развивается» – тезис, который прозвучал на стратегическом выступлении губернатора области Василия Орлова, теперь стал ключевым девизом перспективного для региона проекта. К сожалению, за негативным контентом, за негативным информационным полем мы теряем очень важную информацию о тех достижениях, о тех точках развития, которые есть у нас в области. Отсюда формируется вот это странное мнение, расхожая фраза сейчас «кто будет последним уезжать, выключите свет в аэропорту», она на самом деле ведь в корне не верна, потому что если мы объективно оцениваем, и уровень, и качество жизни нашего региона, оно не хуже, а во многом даже и лучше, чем в некоторых регионах даже в Центральной России. По словам организаторов, область прославляют люди и их добрые поступки. И среди жителей Приамурья немало выдающихся профессионалов, талантливых управленцев и активных общественников, которые и формируют региональный бренд. Поэтому главная цель проекта – рассказать о таких личностях и их достижениях. Заявить о себе может каждый, и для этого необходимо подать заявку на электронный адрес Общественной палаты Амурской области. Так, первый и, пожалуй, самый народный конкурс «Поступки и люди» стартует уже 14 июня. Он направлен на выявление и поощрение значимых поступков амурчан в пяти номинациях. Во имя жизни, гражданская позиция, забота о людях, большое сердце и семейные ценности. Также в рамках проекта предусмотрены конкурсы для лидеров бизнес-сектора и предпринимателей. Один из них – «Стартап года». Эта премия поможет начинающим предпринимателям получить освещение и поддержку на уровне региона и в дальнейшем выйти на всероссийский уровень. Сейчас различные конкурсы, выставки дают колоссальный объем возможностей. И те, кто пользуется этими возможностями, они максимально продвигают не только себя, но и свой продукт, выходят на новые рынки. У нас будет также премия Global Startup, связан с поддержкой экспорта, с поддержкой экспорта услуг. И это еще одно из направлений, о которых мы будем информировать. Сейчас конкурс находится в разработке, его планируют провести осенью. Ну а у победителей будет возможность посетить специальный мастер-класс в сфере управления и предпринимательства и перенять опыт тех, кто уже стал успешным бизнесменом. Екатерина Рожкова, Андрей Светков, Амурское областное телевидение. Сменили маршрут. Теперь еще больше амурчан смогут увидеть трансграничный мост Благовещенск-Хэхэ. Из-за большого спроса компания Амурасо увеличила количество прогулочных рейсов по этому направлению. Такое решение принято после анализа отзывов горожан, желающих посмотреть на сооружение, соединяющие берега двух стран, оказалось больше, чем предполагалось. Изменилась и схема маршрута. Теперь амурчане смогут рассмотреть мост с разных ракурсов. Теплоход будет проплывать под сооружением. Стоимость билета составляет 250 рублей. Продолжительность экскурсии – 2 часа. Так, в будние дни, четверг и пятницу, по Амуру к мосту теплоходы отправятся дважды – в 14 часов и в 16.30. В выходные дни – четыре раза – в 12 часов, в 14.30, в 17.00 и в 18 часов. Посадка пассажиров производится на набережной в районе улицы Театральной 1. Почти 250 прожекторов осветили Благовещенский центр эстетического воспитания. Работы велись около месяца. Чтобы залить мягким светом фасад исторического здания, было потрачено 2 миллиона 600 тысяч рублей. Львиную долю выделила городская администрация. 800 тысяч дал один из амурских спонсоров. На первом тестовом включении побывала наша съемочная группа. Вероника Федореева расскажет, как изменился внешний облик архитектурного наследия федерального значения, аналогов которого нет на Дальнем Востоке. 253 светильника разместились на трех уровнях фасада. 70 из них заливают мягким светом все здание ЦЭВа. Они вмонтированы на нижнем первом ярусе. На втором и третьем расположены более яркие светильники. Они расставляют акценты, высвечивают декоративные элементы исторического объекта. Кроме эстетической стороны, подсветку долго ждали дети, которые посещают ЦЭВ. Занятия, когда подготовка в поездке или те же репетиции зимой, занятия где-то заканчиваются в 7-8 часов. Когда проезжаешь по улице Ленина, то само здание находится за сквером. И как-то было тускло и не было видно. А сейчас появилась подсветка и стало более светлее и красивее. Современные светодиодные прожекторы произведены в Казани. По предварительным подсчетам, в месяц они будут потреблять энергию на 20 тысяч рублей. Это считается экономически выгодным вариантом. Мощность потребляемая в районе 15,5 киловатт, что совсем немного, потому что используются экономические светильники светодиодные. Очень высокая КПД у светодиодов в районе 150 ватт на алюмент. Это японские светодиодные ничи. Производитель Россия. Новый ноу-хау-завод со своим производством. Полностью замкнутый цикл. Высокого качества. Казань. Проект архитектурно-художественной подсветки профильные специалисты, городские и региональные, рассматривали в мае прошлого года. Главная задача, что была поставлена перед проектировщиком и подрядчиком, установить оборудование так, чтобы оно было максимум незаметным. Здесь применены и плоские светильники, и точечные. Они спрячутся за элементы карниза, там, где немножко выступает корпус светильника, выполнен под цвет фасада. То есть, в принципе, чтобы эти выносные штанги и светильники не были видны. Убрать штырь, на котором висит старый прожектор – это одно из замечаний, которое было озвучено подрядчику. И добавить светильники для подсветки двух пар ангелочков. Этот элемент декора считается изюминкой здания, говорят специалисты. Фигуры вылиты из меди, и благодаря им стилистика фасада схожа с барельефом питерской архитектуры. Та идея, которая была изначально положена в основе – показать красоту исторического здания. Необыкновенная архитектура – это жемчужина, которой аналогов нет на Дальнем Востоке. Мы гордимся этим зданием, потому что действительно такого же рода здания есть во Флоренции, есть в Санкт-Петербурге. Поэтому мы чуть-чуть приближаемся к таким европейским стандартам, потому что не просто сохраняем исторические здания, мы их показываем, насколько они хороши, насколько они прекрасны. В планах у городской мэрии в этом году подсветить еще несколько исторических памятников – Алексеевскую гимназию, гимназию номер один, в которой ранее располагалось реальное училище, дом губернатора, который находится в городском парке, а также общественно-культурный центр. Вероника Федереева, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Смотрите далее в нашей программе. Спасли жизнь. Амурские врачи провели уникальную операцию новорожденному ребенку. Не оценили. Вокруг дизайн проекта Благовещенского выставочного зала разгорелись жаркие споры. Поделились кровью. Почти 40 литров крови сдали амурчане в преддверии Всемирного дня донора. Через всю Россию при Амуре посетили участники трансграничного перелета Варжава-Токио-Варшава. Спасибо, что остались с нами. И мы продолжаем. Уникальная операция. Благовещенские врачи спасли жизнь новорожденному. Юные пациентки Амурской областной детской клинической больницы провели трехчасовую операцию на 12-перстной кишке. При этом впервые использовали метод лапароскопия. В чем особенность таких хирургических вмешательств и как сейчас себя чувствует ребенок, расскажет Екатерина Рожкова. Маленькая София чуть больше месяца. Но ее силе духа может позавидовать даже взрослый. Две недели назад ей сделали сложную операцию на 12-перстной кишке. Как признается мама девочки, хирургическое вмешательство в их случае жизненно необходимо. Ребенок перестал набирать вес, а организм отказывал перерабатывать пищу. Патологию обнаружили еще при беременности. Вообще изначально были такие предположения, что возможно потребуется операция. Но когда она родилась, это ничего не подтвердилось. Проводили обследование все необходимые, ничего не нашли. Но когда мы приехали домой, все-таки появились какие-то последствия. И были вынуждены сюда обратиться уже по скорой. Конечно, очень переживали вообще как все пройдет. Но Наталья Евгеньевна нас успокоила. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и заметно идет на поправку. Операция стала возможна благодаря опытной бригаде амурских врачей. По словам специалистов, непроходимость 12-перстной кишки – диагноз редкий. И считается самой сложной патологией среди врожденных пороков желудочно-кишечного тракта. Для Амурской областной детской клинической больницы такая сложная операция уникальна. И если раньше хирургическое вмешательство осуществлялось традиционным методом – разрезом на коже, то сейчас медицина вышла на новый уровень. Его впервые сделали лапароскопически. Особенность этих оперативных пособий в том, что ребенок восстанавливается очень быстро. Нет болевого синдрома, он не нуждается в обезболивании длительном в послеоперационном периоде. И восстанавливаются детки очень быстро. Нам потребовалось на весь послеоперационный период, вот две недели это ребенок, который находится на стационаре. Но в принципе болевого синдрома у ребенка не было уже в первые двое суток. Буквально ювелирную работу медики проделали за три часа. Кстати, восстановление пациентов, особенно таких юных, работа большой команды, в числе которых анестезиологи-ренематологи. Только одна подготовка к операции может занимать более часа. Зачастую действовать нужно волнееносно, ведь с подобными диагнозами пациенты обычно поступают экстренно. Кстати, за последний месяц их было уже шесть. Просто это очень долго по времени, в таком длительном времени проводить анестезию маленькому пациенту, поддерживать, чтобы все у него было хорошо, поддерживать, чтобы нормально было давление, пульс, температура его. Мы все время согреваем таких маленьких пациентов, потому что они очень быстро охлаждаются. Им очень важно, чтобы они были все время нормальной температурой. Подобные операции проводят не только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Качественную медицинскую помощь можно получить и в столице Преамурия, что еще раз доказали благовещенские врачи. Екатерина Рожкова, Роман Недаков, Амурское областное телевидение. За заслуги в области медицины и многолетний добросовестный труд в Амурском областном театре драмы наградили лучших врачей, медсестер, фельдшеров и ученых-медиков. Им вручили дипломы и благодарственные письма. С профессиональным праздником, который отмечается 16 июня, амурских медработников поздравил Василий Орлов. Сегодня в больницах Преамурия трудится более 16 тысяч медработников. Глава региона отметил, что эта профессия всегда уважаема и востребована. Необходимо обратить пристальное внимание на качество оказания медицинской помощи в области, работу мобильных бригад и профосмотры, чтобы охватить даже самые отдаленные уголки Преамурия и вывести медицину на принципиально новый уровень. Вы знаете, что у меня в семье много врачей, поэтому я прекрасно знаю, что из себя представляет эта профессия, насколько она тяжелая. У нас большие планы по развитию здравоохранения. Вы знаете, что область участвует в национальном проекте. В развитии здравоохранения 8 миллиардов рублей по этому национальному проекту мы получим в ближайшие годы. Благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградили более 30 амурских медиков. Среди них и врач-терапевт Свободненской поликлиники Людмила Дубиняк. В профессии она уже 13 лет. То, что твою работу видят и ценят, всегда приятно и дорого, призналась врач. Сказали, что 11 мая еду на награждение. Все. Вот приехала, узнала только здесь, что за грамота. Работа очень интересная. Необходимо много читать, наблюдать, развиваться, учиться. Екатерина Рожкова, Андрей Цветков, Амурско-областное телевидение. Белый цвет фасада, пристройка тамбура, яркая подсветка здания. Эти и многие другие недочеты высказали благовещенские архитекторы, дизайнеры, художники и общественники. Бурное обсуждение специалистов вызвала презентация проекта Благовещенского выставочного зала. Своё видение нового арт-пространства представила архитектор из Хабаровска 7 июня в Точке кипения. Подробности расскажет наш корреспондент. Я не хочу никому ничего доказывать. То есть вы доказали мне фасад. Я могу ответить вам, почему я это сделала. Убеждать кого-то, в чем-то я не могу. Проект выставочного зала хабаровский архитектор Анна Шац, можно сказать, не презентовала, а защищала. Собравшиеся амурчане, в частности, благовещенский архитектор Людмила Чаюн, выразила, по своему мнению, сразу несколько недочетов в проекте. Один из них касался белого цвета фасада здания. Это будет здание белого цвета. Абсолютно. Белый цвет – это цвет чистоты, свежести, цвет нового. Фасад, который мы запроектировали, это делает советский город, российский производитель. И я горжусь тем, что, находясь рядом с Китаем, мы проектируем все-таки, закладываем российские материалы. И интерьеры и фасады – это будет залито светом изнутри. И это цвет, которого, на мой взгляд, благовещенский не хватает. Полностью белый фасад здания непрактичен. Уже через несколько дождей белые стены будут иметь ржавые потеки, отметила благовещенский архитектор. А яркая подсветка, по мнению амурского эксперта, в темное время суток может мешать жильцам рядом стоящих многоэтажек. Вынос тамбура на улицу по проекту хабаровского дизайнера также вызвал много вопросов. Вынесли за пределы здания, контуры здания, контура, так сказать, земли, которая принадлежит выставочному залу на почти 2 метра. Дальше традиционно 2 метра, перед ним, перед этим существующим зданием, у нас всего лишь 6 метров тротуарная зона и пожарный проезд. Уменьшили уже до 2 метров, что дальше? Газон придется уничтожить, потому что по пожарным требованиям этого недопустимо. Вынос тамбура наружу, отметила Людмила Чаюн, не притянет внимание туристов, а добавит проблем конструкторам. Им придется утверждать в благовещенской администрации изменения в градостроительный план города. Перекроить карту в центре областной столицы, утверждает амурский архитектор, практически невозможно. Также амурчан возмутило и то, что конкурс на проектирование благовещенского здания 1972 года постройки не объявлялся. Заказ получил эксперт, который в областной столице, по мнению собравшихся, не был ни разу. Так как у нас не был объявлен конкурс и получил всего лишь один проектировщик заказ, этот проектировщик обязан сделать варианты, которые мы и должны обсуждать. Очень трудно судить, что же это такое. Во-первых, нет масштабности, потому что не вся настройка показана, а только фрагмент здания, по которому я сразу же увидела, что человек просто не был здесь, получал фотографии, обычно объект, выходишь на него, знакомишься им, с ним что в окружении и так далее. А здесь получились огромные большие торцы, как по паспорту БТИ, а на самом деле они там всего лишь полтора-два метра. И масштабности не чувствуется в этом здании. Однако к внутреннему облику выставочного зала особых претензий не было. Он будет выполнен в черно-белых тонах. Что же касается внешнего стиля, по проекту он должен гармонировать с дизайном канатной дороги, отметила Хабаровский архитектор. Мне прислали фасады, которые уже запроектированы, в частности, здание станции канатной дороги, которую запроектировала австрийская компания. Вся она сделана в экстрасовременном стиле, с диагоналями и так далее. Фасад библиотеки современной. И задачу, которую передо мной поставили, это абсолютно современный фасад в стиле тенденции современной архитектуры выставочного зала. По итогам встречи было решено создать рабочую группу. Инициативные горожане, вошедшие в нее, смогут внести свои проекты, идеи и предложения, касающиеся будущего фасада выставочного зала. Вероника Федореева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Более 40 тысяч амурчан 12 июня отметили День России. Почти 5 тысяч из которых – благовещенцы. Несмотря на пасмурную и временами дождливую погоду, в областной столице прошло более 30 мероприятий. Люди посещали различные мастер-классы, выставки, выступления творческих коллективов. А в канун торжества губернатор региона вручил первые паспорта 10-ти юным амурчанам. Торжественную церемонию провели в стенах регионального правительства. На вручении присутствовал главный федеральный инспектор по Амурской области аппарата полпреда президента России ФДФО Игорь Шипов, а также зампред Амурского правительства Андрей Плутенко. Церемонию вручения провели в канун праздника Дня России. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете нашей страны. Поэтому вместе с паспортами школьникам вручили и Российскую Конституцию. Я надеюсь, что у вас этот день останется в памяти надолго. И если вы обратили внимание, вам вместе с паспортами дали Конституцию Российской Федерации. Это главный закон нашей страны. Вообще нет ничего превыше закона. Прочитайте, пожалуйста, внимательно. Если раньше не читали, прям потратьте на это полчаса времени, внимательно вчитайтесь и вдумайтесь в то, что там написано. Это документ, который был принят всем нашим народом. Изменения в него вносятся крайне редко. Он практически не изменен. Акция по сбору крови прошла в Благовещенске. Ее приурочили ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. Так, за три часа работы мобильную станцию переливания посетило более ста амурчан. О том, почему жители области спешат поделиться своей кровью, узнавала Екатерина Рожкова. В холле общественно-культурного центра длинная очередь. Все это – желающий сдать кровь. Только за первый час работы мобильной станции переливания здесь приняли более 50 амурчан. А это уже 22 литра крови. Среди них и Наталья Корешман. Она – почетный донор Амурской области. Чтобы получить это звание, нужно сдать кровь не меньше 40 раз. Еще в молодости как-то один раз сдала и решила сдавать дальше. Не знаю, мне кажется, даже для здоровья хорошо. Когда постоянно сдаешь. На мобильной станции переливания немало тех, кто проходит процедуру впервые. Поделиться кровью в этом году решила и Марина Софина. По словам девушки, сделать это полезно. Ведь даруя кровь, можно спасти жизнь другому человеку. Прочитала на одном из сайтов то, что будет сегодня на УКЦ проводиться такое мероприятие. Решила попробовать, поучаствовать. Все равно что-то нужно делать, помогать, пробовать себя в разном. Ну и для здоровья полезно очиститься, заново наберется кровь. 450 миллилитров – столько крови берут у донора. Процедура занимает примерно 7 минут. Но перед этим добровольцы проходят обязательный экспресс-тест на определение группы крови и уровня гемоглобина. Также врач должен убедиться в отсутствии противопоказаний. Есть определенное количество людей. Наши лаборанты проверяют кровь у первичных людей, кто в первый раз дает кровь. Бывает, отводим людей по определенным показателям, так как есть антиген КЕЛ. Такие люди цельную кровь сдавать не могут. Организаторы мероприятия отмечают положительный момент. Участников акции, да и просто тех амурчан, кто добровольно приходит на станцию переливания, с каждым годом становится больше. И это ценно. Ведь донорская кровь – это единственное, что нельзя подделать и заменить лекарствами. Екатерина Рожкова, Андрей Цветков, Амурско-областное телевидение. Очень зелено и по-летнему. На одном из частных аэродромов Преамурья приземлился самолет Ан-2 с международной экспедицией на борту. Польско-литовско-русский экипаж пересекает несколько стран, включая всю Россию. Повторяя подвиг известного в Польше летчика Болеслава Орлинского. Они вылетели из Варшавы и направляются в Японию с попутными остановками. Туристы уже побывали в Москве, Казани, на Байкале, а 10 июня прилетели в Преамурье. В амурском селе Черемхова с ними пообщалась и наша съемочная группа. Эти кадры вылета из Читы снял один из членов международной туристической экспедиции Петр Сгожинский. Он и еще 11 человек летного экипажа следуют по воздушным следам знаменитого польского летчика Болеслава Орлинского, который в 1926 году на двухместном биплане «Бригет» осуществил перелет из Варшавы в Токио. На частную летную площадку в Черемхово Ан-2 приземлился с почти двухчасовым опозданием. Причина крайне прозаична. Где-то над Байкалом простудился один из пилотов, и взаиму оказывали необходимую помощь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут. Очень приятно. Здравствуйте. Петр Сгожинский, путешественник со стажем, говорит, в Россию приезжает уже не в первый раз, но именно в Амурской области не был ни разу. Мне очень нравится этот район. Я не первый раз здесь, но на самолете первый раз. Но я много путешествовал по Сибири, по этим районам, на Байкале был, на Чукотке тоже. Но здесь, в этом районе, я первый раз в моей жизни. Какое впечатление? Очень зеленое. В составе летной команды есть и девушка Александра Стефановская, или Саша, как она сама представилась амурским журналистом. В России она впервые, говорит, изумили русские просторы и радуга над Байкалом. Совершить такой перелет ее побудила страсть к путешествиям. Дома меня ждет семья, самые близкие мои люди. А вот друзья ежедневно отслеживают мое расположение в интернете. Отслеживать путь путешественников могут и простые заинтересованные люди. Весь маршрут отражен на онлайн-карте. Он проходит через Литву, Псков, Москву, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск, а теперь и Преамурье. По словам Андрея Иванова, единственного русского участника трансграничного перелета, посадка польского кукурузника на частном летном поле – ситуация уникальная. Прежде подобные перемещения совершались исключительно по международным воздушным путям и с посадкой только в международных аэропортах. Этому экипажу потребовался целый месяц согласования с Росавиацией, чтобы по прилету видеть не терминалы, а реальную жизнь людей. Это намного интереснее, потому что это видишь реальную жизнь людей. Ты не видишь там работу службы авиационной безопасности, которая досматривает твои сумки и возит тебя на автобусе. А ты видишь вот как на местах разные аэродромы, разные условия. Общаешься с такими же пилотами частными, как и поляки. По словам принимающей стороны амурского пилота-инструктора Ларисы Касьян, такие гости крайне важны не только для Преамурья, но и для Дальнего Востока в целом. Я, во-первых, рада, что они садятся на обычную частную площадку. Это для нас очень важно для развития малой авиации. Для того, чтобы показать, насколько эффективно и просто можно на самом деле жить на Дальнем Востоке, преодолевая расстояние, управляя этими расстояниями. Дальше экипаж будут встречать уже в Приморье, Южно-Сахалинске и в Токио. Именно там намечена конечная остановка согласно летному плану Болеслава Орлинского. Ольга Сысой, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Пересмотреть выпуск можно на нашем сайте amrobl.tv. Самые интересные сюжеты на нашей страничке в Инстаграм. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова